МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На национальном телевидении Чуваши новый проект «Духовная жизнь». И у нас в гостях священник Максим Курленко. Здравствуйте! Здравствуйте! В первой передаче хотелось бы сразу задать такой вопрос. Почему в церкви так много сложного и непонятного для простого человека? Ну, конечно, для человека, который только приходит в церковь, для него много непонятных. Гораздо проще ему пройти на собрание каких-нибудь пятидесятников во дворец спорта, где там только аминь и аллилуйя, давайте прославим Бога, вместе соберемся, вместе попьем чай. А когда он приходит в храм, действительно, возникает у него непонимание, что происходит на богослужении, там очень много символов, что означает, допустим, свеча, кождение, или вот сам смысл вообще богослужения. Но, знаете, надо этого не бояться. И если есть внутренний призыв к тому, чтобы идти к Богу, и к тому, чтобы найти его здесь в церкви, вот если есть желание поиска, то человек всегда найдет. Вот этот шаг переступить, его не так сложно. Надо помнить, что у нас до революции практически каждый знал все о православии. Притом страна была в основном крестьянская. Знаете, православие – это, по сути, оно сводится к одному. К одному – это личность Христа, который воплотился здесь на земле в определенное время, в определенную историческую эпоху. Поэтому, если человек для себя понимает, что все в вере православной христоцентрично, он уже на этот стержень будет нанизывать все остальное знание. Если вот именно вот этого главного нет, фундамента, тогда могут появляться различные такие извращения, когда человек может прийти в храм и искать какой-нибудь энергетический столб, там заряжаться, еще что-нибудь такое, думать, что он не с той руки там свечку подал. В общем-то, разные басни, которых так много и так далее. Если мы заходим в храм, то мы видим иконы, допустим. Первое, что у нас в глаза бросается, это иконы. Дальше мы проходим в храм, видим иконостас. На иконостасе также у нас изображаются и основные праздники, события духовной жизни, священной истории. Также у нас изображаются ангелы, святые. И здесь тоже мы возвращаемся ко Христу, и там все христоцентрично. Если мы заходим в алтарь, в алтаре самое святое место – это престол, где совершается бескровная жертва и в Харистии. А встреча человека с Христом может случиться только в церкви? Или где вот может случиться эта встреча? Конечно, она может случиться не только в церкви, она может случиться везде совершенно, и дома, и на работе. Главное, чтобы человек искал. Главное, чтобы человек искал. И если будет вот это состояние жажда Бога, встречи с ним, когда вот наконец-то, допустим, он изобрел какой-то тупик человек, и вот он оказался в клубке противоречий каких-то. Раньше он думал, что я сам с этим всем справлюсь. Мне не надо указывать, я сам все сделаю. Понимаете, такое горделивое состояние человека, который себя ставит на пьедестал почет, а Бог где-то за скобками остается. Вот такой человек, он не встретит Бога, и благодать Божия к нему не прикоснется. Но когда он начинает сам искать, взывать к Богу, и говорит, что Господи, помоги мне с этим разобраться, я запутался, я не знаю, как мне разрешить все мои вопросы, как мне разрешить главный вопрос вообще смысла моей жизни. Если ты есть, то откройся мне. Вот понимаете, вот эта искренность, когда будет искренность в душе, тогда и возникает эта встреча. А Господь ведь видит состояние нашей души. Он видит, что когда происходит искренность, когда человек искренне ищет Бога, то и он открывается. Ему же нужен какой-то помощник, правильно? Некоторые ходят вот с этими мучениями в сердце, носят в душе, переживают, боятся просто зайти в храм, в церковь, потому что уже на пороге встречают, там кто-то цыкнет, кто-то шикнет, вы не так стоите, вы не так креститесь, вы не то думаете. То есть у человека изначально, у некоторых, у многих есть такая боязнь переступить вот этот порог и высказать перед какой-то иконой, которую хотелось увидеть воочию, то, что он думает, переживает, попросить. Дорога в храм – это и дорога к Богу, это путь преодоления себя, это путь преодоления некоторых препятствий, потому что мы знаем, что помимо Бога есть некая личность, которая Богу противится, и дьявол, он клеветник переводится, сатана, он же противник, это та же самая личность, но если он Богу ничего не может сделать, то людей он ненавидит, потому что они созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому его задача – это сломить стержень человеческой личности. Поэтому, когда он видит, что человек идет к Богу, конечно, он не будет сидеть, сложа руки, возникают какие-то определенные трудности и препятствия, он видит, за что он может зацепиться именно в этом человеке. Потому что, когда мы идем в храм, в нас еще есть определенные страсти, которые бушуют где-то, одна больше себя проявляет страсть, определенное состояние души, за которое дьявол может зацепиться. Поэтому и возникают, скажем так, проверки человека. Ради чего он идет в храм? Если он идет за комфортом и за некой таблеткой, чтобы я пришел, свечку поставил, и у меня все получилось. Как я недавно крестил молодая мама и, значит, ребеночек у нее, и смотрю, у него точка, как в Индии, знаете, ставят на лбу. Я говорю, что это такое? Это от сглаза, говорит, понимаете. Многие именно так приходят в храм, чтобы и нашим, и вашим, чтобы и от сглаза точечку поставить, и Бог, чтобы помог, чтобы, ну, в общем-то, повезло. Но жизнь с Богом – это несение креста, это преодоление себя, это возрастание в духе. Вот преодоление. А можно ли сказать, что есть какие-то знаки, просто на них нужно обращать внимание? Да, Господь обязательно дает такие знаки. И прежде всего, эти знаки проявляются в нашей совести. Вот по учению святых отцов, совесть – это голос Бога внутри нас. И тогда такой вопрос, почему так много постов? Нужно постоянно держать себя в голодном теле? Да, действительно, постов много. В церкви. И, знаете, я даже как-то, помню, смотрел, подсчитывал, ну, где-то больше 200 дней постных для православного человека. Какие-то посты, они строгие, где даже рыбу нельзя вкушать. Действительно, это непросто, особенно в современной жизни соблюдать посты, когда вокруг так много всего того, что нас привлекает, и отвлекает, расслабляет и так далее. Вся эта идеология гедонизма, комфорта и так далее. Все это, конечно, мешает нам сконцентрироваться. Но пост направлен именно для того, чтобы человек соблюдал внутреннюю дисциплину, умел концентрироваться духовно на главном, чтобы он умел побеждать свою плоть, которая хочет одного, но Духу нужно другое, чтобы он умел приносить плоды Духа, без поста это невозможно. И нам показывает это Священное Писание, когда сам Христос постился в пустыне, перед тем, как выйти на свое общественное служение, он постился, и сатана его искушал при этом. Но он дал нам пример поста. Вот человек хочет начать поститься. С чего ему нужно начать? И вот есть ли какие-то ограничения, например, детей, беременных женщин? Да, совершенно верно. Какие-то категории, которые... Дети, беременные женщины, кормящие женщины, там старые люди или больные, кто действительно болеет. И врач ему сказал, что поститься нельзя. Конечно, никто не будет заставлять его совершать пост. Он совершенно здоровый. Человек вот как он? Хочет начать поститься. С чего ему начать? Самый строгий пост? Прежде всего, нужно для себя понять, что такое пост. Что это не диета, что это ради Христа совершается, что это некое духовное делание. Это первое. Второе. Нужно постараться быть в русле церкви. Не так, что я вот сейчас захотел, и как с криком ура, там, бонзай, я вот попастился там несколько месяцев, а потом, значит, повредил себе желудок, и все это. Потихоньку. То есть, вот решил поститься, какой у нас впереди пост? Вот сейчас у нас, допустим, пока между постами у нас время есть, когда мы не постимся, ну, среда, пятница, можно потихоньку с этого начать. Дальше у нас грядет уже не за горами Великий пост. Вот. Великий пост, хорошо. Он для себя решает, могу ли я вообще весь пост продержаться. Так он строгий, этот пост. И вот можно попробовать пока, если он только пришел в церковь, первую и последнюю неделю. Но понимать, что вот та планка, которая для всех крестьян поставлена, это весь пост соблюдать нужно, стараться. И многие люди, когда приходят в церковь, им во время крещения дают крестик нательный. Некоторые, не задумываясь, одевают и носят его всю жизнь, даже не думают, почему такая форма, кто изображен, ну, кто изображен, может быть, еще и знают. Почему такая форма? Их существует великое множество. Почему именно такая форма? Почему именно вот так вот? Скажите, пожалуйста. Форма у креста, в принципе, она одна и та же у всех крестов. Это тот крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Но вот есть некоторые различия в традициях. В основном традиция православная, восточная православие, которой мы принадлежим, и традиции католической западной церкви. там есть некоторые отличия. Вот если, допустим, мы посмотрим на крест, вот всегда на кресте изображена такая табличка. Это на всех крестах. Это в Евангелии еще об этом говорится, о том, что Пилат, отдав приказ распять Христа на кресте, повесил табличку, на которой было написано слова «Иисус Назарей, царь Иудейский». И было написано на языках на греческом, на римском и на еврейском. Здесь, в данном случае, символично просто отображается аббревиатура первой буквы. На католическом кресте это по-латыни только, у нас на церковно-славянском. Здесь есть вопрос символа. Дальше мы видим, что Господь на кресте. Католические кресты отличаются от наших тем, что у нас больше символизма. Там больше какого-то чувственности, чувственности, страдания. Можно увидеть обычно здесь или перегородку, или подпорку под ноги. Обычно у нас на крестах вот еще такая перегородка находится, что он становится восьмиконечный. Вот здесь титло, которое написал Пилат. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. И здесь семь, восемь. Но здесь в данном случае нет этой перегородки. Ничего страшного. Это не означает, что крест там неправильный или что-то еще. Она несет некий символ, эта перегородка. На самом деле, это подпорка под ноги, потому что вот сама казнь, она была очень мучительной на кресте. И если бы не было перегородки, то вот гвоздями пробивали руки, то под тяжестью тела просто разорвалась бы. И вот человек опирался ногами на перегородку, которую распинали на кресте, и постепенно он задыхался. То есть, смерть мучительная, несколько дней он мог, он задыхался. И вот есть такое предание, что римские солдаты, они прибили перегородку не совсем ровно, она была чуть наискосок от этого. И пошло вот это у нас на православных крестах, вот такое вот перекрестье еще внизу. Но впоследствии оно приняло символическую форму, обозначающую, что кто принимает креста, он уйдет в Царство Небесное, кто отвергает вниз как бы вечную муку. Вот это вот как бы символически. Есть очень много символов. Внизу голова Адама обычно изображается. Многие думают, что за череп это голова Адама. Тоже предание такое, что вот на Голгофе, где распяли креста, когда-то вот была могила Адама, где вот он умер, был похоронен. Люди считают, что если золотой крестик, то он более надежный. Если простой, то он... Нет, конечно. Господь же распялся, Господь ведь на деревянном, простом кресте. Вот этот крест, кстати, он не золотой, надо сказать. Многие смотрят и говорят, они все с золотыми крестами и так далее. Вот это просто такой металл. Вот такой металл, который, ну, похож под золото. Но, конечно, металл сам по себе, он не несет никакого там спасительного действия. Наша вера есть основа. А крест – это символ, прежде всего символ, во что мы верим. И не надо делать из креста вот бижутерию какую-то, что сегодня происходит. С тразами как-то его там, вот золото это признак некого достатка там показывает, да, вот статус свой через крест. Это, конечно, более вот такое интимное, вот что ли, вот для меня как священника. Но это необходимость, потому что это говорит о моем служении, о моем жизненном пути. То есть он поэтому называется нательный крестик, чтобы прятать его? Да, 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 совершенно верно. Хорошо. Коль мы с вами встречаемся в феврале, давайте немножко поговорим о праздниках февральских. Праздник Сретения. Что это за праздник, как его отмечают? Праздник Сретения со славянского языка переводится как встреча. Встреча, то есть сам смысл этого праздника – это встреча, которая произошла в Иерусалимском храме. Вот был такой древний Иерусалимский храм. В Иерусалиме есть храмовая гора, на которой когда-то по преданию Авраам по повелению Божию хотел принести в жертву даже своего сына, но так Господь его испытывал. Но видя веру Авраама, Господь сказал, нет, есть жертва, и там появился такой ягненок. В общем-то, вот здесь проявлялась вера Авраама, который был праотцом и вообще израильского народа. Храмовая гора. Впоследствии на этом месте появился храм. Время царя Соломона, Соломон, сын Давида, примерно где-то тысяча лет до Рождества Христова был построен первый храм в Иерусалиме. И впоследствии он был разрушен вавилонским царем Навходоносором. Евреи были уведены в плен. Потом, по возвращению из плена, был восстановлен второй храм. Время второго храма, так называемого. И вот этот храм второй, о котором идет речь, его благоукрашал и некоторым образом изменил Ирод Великий. Это уже время появления Христа, как раз грань новой эры и эры до нашего времени. И вот именно в этом храме, о котором идет речь, и произошла встреча. Встреча старца, убеленного сединами, который прожил очень долго. Встреча с Богородицей, которая вместе с Иосифом пришла в храм и принесла Бога-младенца Христа в храм для того, чтобы посвятить его Богу. Был такой закон, что 40 дней женщина после родов не имела права приходить в храм, но проходили Дни Очищения. И вот она приходит для того, чтобы принести жертву за очищение двух голубиных птенцов и посвятить первенца своего Богу. И здесь происходит встреча. Старец Симеон встречает Христа, младенца Христа и пророчески изрекает о том, что это не просто младенец, а о том, что он будет на падение и возвышение многих. И Богородица, он говорит о том, что тебе самой оружие пройдет душ и откроется помышление многих сердец. Это значит, что такой дар любви будет дан Богородице от Бога. И когда у человека есть такая полнота любви, и когда он видит сердца других людей, это значит, он видит и скорби, это значит, он видит печаль, и она переживает, так как переживала за своего сына на кресте, когда видела его страдания и смерть, и так как по полноте своей любви она переживает материнской любовью за каждого, кто верует во Христа, кто обращается к ней. Поэтому именно это исполнение пророческих слов тебе, самое оружие, пройди душу и откроется помышление многих сердец. Кто такой был старец Симеон? Симеон по преданию когда-то переводил Ветхий Завет с еврейского на греческий, один из 70 толковников, вот известный перевод на греческий язык Священного Писания, и когда он переводил место пророка Исаии, вот известное тоже в спорах своих место, 7 глава 14 стих, там говорится о том, что «Се девы, вот вам знамение, седева в очревии примет и родит сына, нарекут им иммунил, что значит с нами Бог». И вот он усомнился, как эта дева может родить. Он хотел даже исправить это, но явился ангел и сказал ему, что оставь ты своими глазами, увидишь, тебе откроется, когда вот придет, когда исполнится вот это пророчество. И вот он, праведный Симеон, берет Бога-младенца Христа и вот изрекает такие слова «Ныне отпущайше рабату Его владыка, по глаголу Твоему с миром, яковидество отчимы, спасение Твое, я же сию уготовил при лицем всех людей свет в откровении языков, «Слава людей Твоих Израиль». Известная молитва, она на каждом вечернем богослужении произносится. И смысл ее в том, что вот человек, он как бы ложится спать, он не знает, проснется или нет, но вот он говорит в этой молитве, что да, ты отпущаешь, рабату, и вот здесь и полнота веры, и полнота смирения в этой молитве, и полнота надежды, также вот именно это произнес праведный старец Симеон. Также еще там была Анна Пророчица, дочь Самуилова от Калина Осирова, которая, как говорит Писание, днями и ночами, в общем, жила в храме. Вот у нас тоже есть такие бабушки, которые днями и ночами живут в храме, и она тоже встретила Бога. Понимаете, это очень важно понять в этом празднике, что встреча с Богом происходит в храме, в храме, не где-то там. Многие говорят, у меня Бог в душе, и так далее. Вот, я сам его там встречу, когда захочу. А здесь встреча происходит в храме. Люди служили Богу, они были в храме, они в храме встретили Бога Творца. Конечно, и главный еще смысл этого праздника это встреча Ветхого и Нового Завета. Ветхий Завет олицетворял, представлял как бы старец Симеон в Русалимском храме. А Новый Завет это Господь, родившийся, оплотившийся уже, которого принесли в храм, чтобы посвятить Богу. Вот она, встреча Ветхого и Нового Завета, смысл праздника. А вы спрашивали, как отмечать праздник? Ну, православные крестьяне отмечают церковные праздники, обычно идут в храм, на богослужение, совершают молитвы, ну, по крайней мере, думают и размышляют об этом событии, и что это событие приносит в мою личную жизнь. Но служба начинается с вечера, это уже, как бы, там поются молитвы, богослушебные песни, которые связаны со следующим днем. И вот в следующий день на литургии, литургия именно 15-го числа, 15-го февраля, божественная литургия, обычно она утром начинается, ну, скажем, условно, там около 8 часов утра, вот, и заканчивается причащением верующих. Еще один праздник, он не церковный, но он иностранный такой праздник, который пришел к нам, его насильно, можно сказать, даже заставляют отмечать День Святого Валентина. Он тоже святой, Валентин, праздник всех влюбленных. Вот как вы лично относитесь к этому празднику? Ну, конечно, я отношусь с большим подозрением и недоумением. То, что есть Святой Валентин, это одно. Действительно, он есть, но факт в том, что в католических святцах в этот день не празднуется память Святого Валентина. Есть, в принципе, в природе три Святых Валентина. Один епископ, другой мирянин, а третий был пресвитер, то есть священник. Они пострадали за веру примерно где-то третий век. Пострадали за веру. Но как этот Святой Валентин, память которого в Православной Церкви тоже совершается, допустим, в июле, если не ошибаюсь, одного, второго в августе. Вот он мученик Валентин. Но как он оказался тем человеком, который венчал там, запретил там император Клавдий, а он венчал все равно людей несмотря на запрет или там познакомился, как-то исцелил дочь тюремщика, а потом эти все любовные записки. Но это просто для человека верующего понятно, что священник, а тем более в католической церкви не дают обет безбрачия, вот все вот эти вот переписка, вся эта, но это есть продукт и результат некой легенды. Здесь мы видим в этом празднике совмещение некой исторических реалий, потом времени, на которое приходилось празднование и память данного святого, оно попадало на какое-то определенное фольклорное событие, которое было. В истории католической церкви вот таких басен нет, именно церкви, есть в народе, и у нас нет. Мы память совершенно мученика, мученика Валентина. А в католической церкви вообще 14 февраля совершается память Кирилла и Мефодия просветителей Европы. Они очень почитаются в Европе. Кирилл и Мефодия и у нас, слава Богу, тоже. Но у нас только в мае, в конце мая совершается их память Кирилла и Мефодия. Можно сказать, что это такой искусственный праздник, который к церкви отношения не имеет? Конечно. Просто он рядится под святое все это, понимаете, что от святого Валентина и так далее. Но мы видим даже, когда мы что-то не можем такое духовное распознать, мы открываем Библию и там написано, Господь говорит, по плодам их судите их. Очень просто, сразу понятно. Если мы даже историю не знаем, откуда что появилось, но мы видим плоды какие. Плоды, да? То есть что и происходит? Это флирт, блуд там, я не знаю, это коммерциализация. Все, это праздник коммерческий. Просто у нас сегодня так сильно подхватили его и раскручивают, потому что рождественские распродажи закончились, пасхальные еще не начались. Здесь есть какое-то место, где нужно его заполнить. И очень они это умело делают. Те, кто занимается маркетингом, маркетингом и так далее. Истинные чувства влюбленности, влюбленности, они должны, конечно, быть достаточно скрыты от других. Они должны быть искренними, настоящими. И это не навязанными в один какой-то день прекрасные. Как вот 8 марта. Наступило все, подарили гвоздику и до свидания дальше. Надо же как-то к этому идти, стремиться, созидать в своем внутреннем мире, подготавливать себя к встрече со своей любовью. А не то, что это в один день, что там бегают школьницы и школьники, дарят эти валентинки. Это понятно, что сегодня это результат прежде всего того, что у нас в культуре нашей происходит некий сдвиг, попытка сдвинуть наши основные точки опоры нашей культуры. Праздники в целом это ведь некие флажки, некоторые такие точки опоры, которые говорят о культуре, о ее идеалах. Спасибо большое за интересную беседу, отец Максим. Вам спасибо, я очень благодарен, что меня пригласили. С Богом, ангелы-хранители, всем зрителям. А мы встретимся с вами уже в марте. Если у вас возникли какие-то вопросы к отцу Максиму, вы можете оставить их на сайте Национального телевидения Чуваши или ВКонтакте в специальном разделе. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин